Привет! Меня зовут Ира, и это мой канал о русском по-русски. Это канал для иностранцев, которые изучают русский язык. Сегодня я в моей машине не просто так. У нас сегодня не образовательное видео, сегодня влог. Влог это видео, где я показываю вам что-нибудь из моей жизни. И чаще всего я показываю вам мои путешествия. И сегодня мы с вами тоже отправимся в путешествие. Сегодня я улетаю в Узбекистан. Я впервые посещу эту страну, и я вдвойне рада, что я туда сегодня улетаю, потому что в Москве холодно, идёт дождь, а в Узбекистане плюс 30. Надеюсь, что там мне удастся погреться. Напишите мне в комментариях, были ли вы в Узбекистане? Понравилось вам там или нет? И я сказала, что в моей машине я не просто так. Всё потому, что каждое моё путешествие начинается на самом деле не с самолёта и не с поезда, а с машины. Я отвожу мою собаку к кинологу. Кинолог – это воспитатель, учитель для собак, потому что, конечно, я не могу брать мою собаку с собой. Так что сейчас по всем пробкам Москвы, а они, поверьте, сегодня ужасные, так как на носу уже майские праздники. Сегодня, по-моему, последний рабочий день перед праздниками. Так что два часа пути туда. Моя собака у кинолога. Я уже на самом деле вернулась к моему дому, но решила вот с вами немного поговорить. Кроме того, что я всегда отвожу мою собаку к кинологу или к моему брату, у меня есть ещё несколько действий, которые я обязательно делаю перед каждым путешествием. Первое. Я не люблю брать с собой очень много вещей, и я стараюсь выбрать то, что я точно буду использовать. Поэтому вчера вечером я достала все свои летние вещи. Я составила образы, пять образов или шесть, то есть как я могу сочетать вещи, чтобы не вести то, что ни с чем не сочетается, и брать только то, что я действительно планирую надевать. Потом, как вы понимаете, я делала так, чтобы эти вещи выглядели прилично. Я отпаривала эти вещи. У меня дома есть классная вещь, которая называется отпариватель. И я вчера отпаривала вещи. Потом я, конечно же, складывала все эти вещи. Конечно же, я беру с собой в поездку разные средства для умывания, для душа и так далее. Но я обязательно переливаю их в маленькие баночки. Мы называем такие баночки баночки travel-формата или баночки для путешествий. Так что в итоге у меня обычно получается небольшой рюкзак и косметичка. Правда, я хочу из Узбекистана много всего привезти. Я не знаю, куда я это сложу, но посмотрим. Возможно, я возьму с собой какую-нибудь сумку дополнительную на случай, если я много себе куплю. Ну что, я заканчиваю эту вступительную часть. Иду сейчас домой, немного поработаю. А вечером мы с вами отправимся в прекрасный Узбекистан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем доброе утро из солнечного Ташкента. Солнечного, но не очень тёплого. Как вы видите, я в тёплой кофте, потому что всего плюс 15 градусов. Но я надеюсь, что будет потеплее днём, потому что я взяла с собой в основном летнюю одежду. Мы сейчас идём гулять по городу. И сначала едем на Блошиный рынок. Блошиный рынок от слова «блоха». И как вы думаете, что там продают? Там продают разные старые вещи. Может быть, какой-то винтаж, старую посуду, старую одежду, книги и так далее. Я очень люблю такие места, и поэтому, когда нам предложили туда съездить, мы с радостью согласились. Так что это будет первое место. А потом пойдём смотреть разные достопримечательности. Я понимаю, что для некоторых людей Блошиные рынки – это свалка разных ненужных старых вещей. Но я воспринимаю эти места совсем по-другому. Для меня это большие музеи под открытым небом. И у каждой вещи здесь есть история. Каждая вещь когда-то была любима тем, кому она принадлежала. Больше всего на Блошиных рынках меня интересует посуда. И именно её я чаще всего привожу из каких-то своих путешествий. Но я также не могу пройти мимо книг. И вот такую вот книгу «Узбекские народные сказки» я забрала с собой. После Блошиного рынка с покупками мы отправились в центр города и вышли из такси около католического собора. Неожиданно нам повезло, мы попали там на службу. Первый день нашего путешествия был достаточно хаотичным, потому что мы были сонные, уставшие, да и особо не спланировали, что будем смотреть. Мы гуляли по парку, который находится недалеко от католического собора. Потом поехали в центр города и заглянули на такой небольшой рынок, где продают изделия из дерева. Подставки под книги, штуки, чтобы делать рисунки на лепёшках, какие-то детские аксессуары для туалета, разные люльки для детей и другие предметы искусства, которые, конечно, просто не описать словами. Потом мы встретились с коллегой моего мужа и пошли на рынок Чорсу. А точнее сначала пошли обедать, потому что я не знаю, как можно приехать в Ташкент и сразу же не побежать что-нибудь вкусное есть. И мы пошли есть в место, которое называется Жорные ряды. Посмотрите, как здесь красиво! Какие красивые люди! Какая вкусная еда! Жалко, что я не могу передать вам, как пахнет это место. А вот, кстати, плов, который мы будем есть. И это было божественно! Божественно вкусно! Просто посмотрите, какая я довольная! Думаю, что моё лицо о многом говорит. Лепёшки, чай, салат – всё это тоже было невероятно вкусно, но я не могла перестать разглядывать людей. Какие же здесь красивые люди! Я думаю, что, посмотрев мой влог до конца, вы поймёте, что большинство кадров – это кадры с людьми, потому что они какие-то удивительно позитивные, красивые, трудолюбивые. В общем, люди в этом влоге – это на самом деле главное. Мечети, медресе, другие достопримечательности – это всё, конечно, хорошо, но я советую вам смотреть на людей. Узбекистан богат и талантливыми людьми, поэтому здесь много мастерских, мимо которых мне было очень трудно проходить. Я ничего не купила в этой мастерской, хотя, поверьте мне, руки ужасно хотели забрать какую-нибудь из этих прекрасных тарелок, но я знала, что впереди ещё много таких мест. Одно из мест, куда я очень сильно хотела попасть – это студия керамики Рахимовых. Это семейная студия, где три поколения мужчин занимаются созданием вот таких прекрасных произведений искусства. Нам повезло, что экскурсию для нас провели все три члена семьи, и каждый рассказал, как он видит свою работу. Я была удивлена, что их изделия представлены в Музее Востока Москвы. Представляете, в насколько классном месте я побывала и с какими потрясающими людьми мне удалось пообщаться? Даже не верится. Следующей точкой нашего нелогичного путешествия по Ташкенту был отель Узбекистан. Мы хотели просто взглянуть на это красивое здание. Потом мы прыгнули в метро, нам, опять же, хотелось просто посмотреть, как выглядит подземный общественный транспорт в Ташкенте. И мне показалось, что станции достаточно уютные, метро понятное, в общем, у нас не было никаких трудностей. На метро мы приехали к мечети Минор. Это новая мечеть, которая была построена в 2013 году. И вы увидите, что своей расцветкой она сильно отличается от тех мечетей, которые я покажу вам позже. После этого мы хотели еще посетить мемориальный комплекс памяти жертв репрессий, но, к сожалению, оказалось, что он закрыт. Так что мы только снаружи посмотрели на него и потом отправились в отель спать и отдыхать, ведь завтра новый насыщенный день. Доброе утро! Сегодня второй день в Узбекистане, и сегодня я чувствую себя бодрой и выспавшейся. Вчера, после двух с половиной или трех часов сна, честно скажу, весь день было достаточно сложно не засыпать. К вечеру я поняла, что я не записала для вас никакие разговорные видео, пыталась это сделать, получилось плохо, поэтому вы посмотрели только что, только видео, которые я записывала без голоса. Но я все равно что-то интересное вам рассказала. Сейчас я уже собрала все вещи. Вообще, мои путешествия похожи всегда на один и тот же план. Я что-то смотрю, собираю вещи, куда-то еду. Что-то смотрю, собираю вещи, куда-то еду. Когда я путешествую, я никогда не нахожусь долго в одном городе. Сейчас мы поедем с вами в Институт Солнца. Это очень интересное место, и мы поедем туда на экскурсию. На обратном пути тоже заедем в несколько интересных мест по пути в Ташкент, потому что мы сегодня вечером уезжаем из Ташкента в следующий город – Самаркад. И перед тем, как я с вами сейчас попрощаюсь на какое-то время, я хочу показать вам свои покупки на вчерашнем блошином рынке. Я очень люблю такие сувениры, которые я могу потом использовать в своей обычной жизни. И поэтому вчера я купила, кроме книжки, которую вы уже видели, вот такую тарелку. Буду из нее есть что-нибудь вкусное и вспоминать, как прекрасно было в солнечном Узбекистане. Хотелось купить много всего, но в моем рюкзаке совсем нет места, только на несколько сувениров. И я планировала купить посуду, поэтому это, можно сказать, даже не спонтанная покупка. Вот такая вот прекрасная. Ну что, я бегу завтракать, потому что у меня на самом деле всего 15 минут, а потом нас забирает машина, и мы мчимся на экскурсию. Поедем вместе смотреть Институт Солнца. Вы, конечно, не подумайте, что я такая вся из себя ученая и легко нахожу такие места. Это место нашел мой муж. Он увлекается физикой и в целом очень любит науку. Это место давно было отмечено у него на гугл-картах, так что как только мы спланировали поездку в Узбекистан, мы сюда отправились. Для туристов, конечно, в этом институте показывают фокусы, как дымится палочка или как кипит чайник от солнечной энергии. Но на самом деле этот Институт Солнца, или по-другому его называют Гелиокомплекс Солнца, занимается очень важными вопросами. Он изучает Солнце как основной источник энергии на Земле, а также занимается разными экспериментами, которые связаны с воздействием высокой температуры на разные материалы. Мы сейчас поднимаемся на здание института, чтобы посмотреть на территорию сверху. Можно подняться на 12 этаж, но я очень сильно боюсь высоты, поэтому поднялась только до 4 этажа и думаю, что здесь свой подъем закончу. Спускаться не менее страшно. Отсюда тоже красивый вид, так что думаю, что этот подъем того стоил. Сама экскурсия по территории института мне понравилась не очень, я больше узнала просто прочитав Википедию, но однозначно рекомендую съездить в это место. Говорят, что второе такое место есть только во Франции. Голодные после посещения института мы отправились есть. И в Узбекистане надо есть все, что ты видишь, и это точно будет вкусно. Еще на пути в институт солнца мы заприметили какой-то огромный монумент и на обратном пути попросили водителя высадить нас около него. Этот монумент построен к 30-летию независимости Узбекистана и показывает всю историю узбекского народа. Сразу же по возвращении в Ташкент мы отправляемся на вокзал, чтобы оттуда на поезде поехать в следующий город нашего путешествия – в Самарканд. Доброе утро! Уже из Самарканда. Наш третий день в Узбекистане. Мы только два дня путешествуем, а, честно говоря, впечатлений уже очень много, и кажется, что мы месяц назад сюда приехали. Вот, кстати, приехал наш такси. Мы отправляемся в центр города, и первое место, куда мы приехали – это, конечно же, Регистан. Больше всего мой муж хотел именно сюда, поэтому мы рано встали, несмотря на то, что вчера ходили безумное количество времени, и ноги ужасно гудят. Но мы тут и начинаем смотреть Самарканд. Регистан в переводе с узбекского означает «песчаное место». И в древности эта площадь действительно была покрыта песком. Но сейчас на ней можно увидеть удивительные медресе. Медресе – это учебные заведения. Только представьте, что раньше в такой красоте студенты могли изучать математику, астрономию, философию, богословие и другие предметы. По дороге на рынок мы наткнулись на центр ремесленников. И тут вы можете представить все страдания моего мужа в этом путешествии, потому что я осмотрела каждый уголок этого центра. За красоту я люблю не только блошиные рынки, но и обычные рынки, где продаются вещи. И, кстати, здесь была совершена моя прекраснейшая покупка. Я купила себе вот такую куртку. Говорят, у нее есть какое-то название, но я его не запомнила. А потом мы покупали сухофрукты, орехи. Очень много всего пробовали. Мне кажется, что можно наесться просто пока гуляешь по рынку. Все продавцы очень приветливые, хотят тебя чем-нибудь угостить, накормить. Поэтому я безумно объелась еще до того, как мы пришли есть самаркандский плов. Это мой второй плов в Узбекистане. И у меня уже есть некоторые наблюдения. Плов, который мы ели в Ташкенте, был в перемешанном виде. То есть морковь, рис, все было вместе. А здесь нам принесли на тарелке сначала рис, потом следующим слоем морковь, и рядом лежало мясо. Возможно, это разница, которая есть между двумя пловами в этих двух городах. Но, наверное, местные жители сейчас в комментариях меня поправят. И, кстати, я не ем баранину, не очень люблю это мясо. И мне нравится, что практически во всех местах, куда мы приходим, есть плов с говядиной. И я могу попробовать плов, потому что плов я очень люблю. И здесь он обалденный. Не менее важная и не менее интересная достопримечательность Самарканда это мечеть Бибихану или Бибиханы. По легенде, ее построила любимая жена Тимура, героя Узбекистана, в честь возвращения мужа из похода в Индию. Однако не все было так просто со строительством этой мечети. И с ним связана интересная легенда о любви. Я оставлю ссылку на нее здесь в подсказках. Если вам интересно, обязательно прочитайте. В следующем месте, в комплексе Шахизинда, я встретила своих подписчиков. Было очень приятно. Местные называют это место улицей и кладбищем, потому что здесь, в мавзолеях, похоронены мусульманские святые, родственники Тимура, о котором мы уже упоминали, разные религиозные деятели и философы. Вечером мы вернулись на площадь Регистан, чтобы посмотреть, как красиво закатный свет играет на зданиях медресе. А когда стемнело, мы посмотрели световое шоу. Мы сегодня начинаем день с осмотра обсерватории Улукбека. Вчера вечером мы начали смотреть видео, чтобы понять, кто такой Улукбек и какую роль он сыграл в жизни Узбекистана. Видео, правда, идет 4,5 часа. Мы столько не смогли вчера посмотреть. Были очень уставшие, посмотрели только 30 или 40 минут. И сегодня будем досматривать. Так что сейчас у нас по плану обсерватория, а потом я еду на встречу с моей студенткой Дианой. Она ходит в наш разговорный клуб и предложила встретиться и немного поболтать. У меня на самом деле накопилось очень много вопросов об Узбекистане. Хочу ей все задать. А мой муж, пока я буду болтать со своей студенткой, пойдет в краеведческий музей. Я музей в этот раз пропущу. Меня всегда восхищают люди, занимающиеся наукой. В этом музее вы можете увидеть портрет Улукбека, макет обсерватории. Да, только макет, потому что, к сожалению, здание обсерватории не сохранилось. Как говорит Википедия, в 16 веке сами жители Самарканда разобрали это здание на кирпичи. Поэтому сейчас можно взглянуть на макет, но все-таки кое-что сохранилось. Можно посмотреть на кусочек секстанта. Секстант – это такой измерительный инструмент, который помогает определять высоту солнца. И сейчас мы как раз заглядываем и смотрим на него. А вообще Улукбек очень важный человек для Узбекистана и для науки, потому что именно он здесь, в этой обсерватории, определил длину астрономического года. Потом мы встретились с Дианой, с которой уже не один год знакомы, и она принесла мне кучу подарков. Вам может показаться, что этот день уже достаточно длинный, и, наверное, пора его закончить. Но нет, мы еще не посмотрели несколько интересных мест. Микрофон с собой не взяла, но все равно хочу записать это без микрофона. Мы приехали в музей Афросиап, или Афросиоп, но в музей мы не пошли, потому что прямо здесь барашки Боже, как же я люблю животных! В целом музей мне уже и не нужен. Буду просто ходить за барашками и смотреть на них. И еще здесь растут очень красивые маки. Перед следующими местами муж решил задобрить меня мороженым. Сейчас поймете, почему. Мой муж коллекционирует посещение мест, внесенных в список ЮНЕСКО. И сейчас мы приехали смотреть вот на такое вот здание. Я не очень сначала хотела сюда ехать, потому что на фотографиях эти места выглядели так себе. Но оказывается, мы приехали не только ради того здания, но и ради вот этого. Но знаете, в который раз убеждаюсь, что лучше все увидеть своими глазами. На следующий день с утра мы отправились в место, которое называется Шахризапс. Раньше это место играло очень важную роль в жизни Узбекистана. Здесь была резиденция правителя Амира Тимура. Сейчас оно внесено в список ЮНЕСКО. И самое, пожалуй, главное достопримечательное здесь – это руины дворца Аксарай. Не буду скрывать, я путешествую для того, чтобы вкусно поесть. Поэтому нашего водителя мы попросили высадить нас около Самсышной, место, где продают самсу. Мы сегодня утром поехали на экскурсию и думали, что она будет достаточно долгой. И мы как раз приедем к вечеру к нашему поезду из Самарканда в Бухару. Но оказалось, что экскурсия прошла достаточно быстро и доехали и туда, и обратно мы быстро. Так что вот 3 часа дня, мы уже в Самарканде. И сейчас мы просто сидим на университетском бульваре, потому что у нас нелегкие рюкзаки, с ними по жаре ходить достаточно сложно. Вот думаем сейчас доехать до рынка, что-нибудь там купить, взять чай и просто посидеть с красивым видом, а потом, может быть, немножко прогуляться к Регистану, посидеть там и потом уже поехать на вокзал. Вот. Это, наверное, вот единственный момент, который мы в этой поездке не рассчитали. Если бы мы знали, что экскурсия будет недолгой, мы бы, конечно, купили билеты на более ранний поезд. Но мы посмотрели, сейчас уже билетов на ранние поезда нет, так что будем ждать наш вечерний поезд. В итоге мы прогулялись до площади Регистан, просто сидели там, разговаривали, смотрели на людей и, конечно же, на медресе. Мне показалось, что даже местным нравится проводить время в этом месте. Как-то там уютно и комфортно. А затем мы отправились ужинать, и я ела невероятно вкусные манты. Если вы будете в Самарканде, обязательно сходите поесть в это место. Тут все божественно вкусно. Не знаю, видно меня вообще или нет, мы сейчас снова на вокзале в Самарканде, едем в Бухару. Наконец-то поедем на быстром поезде Апрессиаби. Нам не удалось купить на него билет из Ташкента в Самарканд, хотя мы зашли через минуту после начала продаж, но уже все разобрали. Так что сейчас посмотрим какой этот быстрый красивый поезд. Поезд действительно оказался очень быстрым. Мы доехали всего за час сорок. Он напомнил мне поезд Сапсан, который ходит в России по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Москва. Вчера вечером приехали в Бухару и заселились вот в такой вот уютный отель. Очень красивый вид сверху, вид на город. Уже понятно, что город старый, потому что даже просто рядом с отелем какие-то интересные кладки с кирпичей, интересные крыши. Сейчас уже пойдем гулять и смотреть город. У нас здесь не так много времени, всего два дня. Уже в этот момент я поняла, как мы правильно поступили, когда спланировали нашу поездку именно в направлении с севера на юг. Мне кажется, что Ташкент не впечатлил бы меня, если бы я сначала посетила Бухару, а потом поехала в него. Думаю, вы и сами понимаете, о чем я говорю, когда видите эти кадры. Бухара это просто огромный музей, где каждый кирпичик это какая-то история, где люди создают своими руками что-то, что вообще сложно представить. честно говоря, я просто ходила с открытым ртом, рассматривала каждый сантиметр этого города и не могла поверить, что это не какая-то восточная сказка, а это реальность, в которую я приехала и в которой люди живут. А еще нам очень повезло оказаться в Бухаре в то время, когда там проходил международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела. Мы пришли сейчас случайно на фестиваль разных ювелирных украшений. Здесь маленькие такие палаточки с украшениями из разных стран и ко мне подошли три девушки, которые смотрят мой канал, мы с ними сфотографировались и немного поболтали. Было очень приятно. С Бухарой захотелось познакомиться еще и с высоты, поэтому мы поднялись на Шуховскую башню и именно оттуда я заприметила мечеть Була Хаус. Как-то она мне запала в душу, поэтому мы долго сидели около нее и рассматривали людей, которые в нее приходят. А затем отправились вот в это место. Еще одна моя рекомендация вам. Там я ела потрясающий жиз и очень рекомендую вам еще шашлык. По традиции в каждой стране отправляю бабушке открытку. Здесь вот в таком туристическом месте можно купить открытку, подписать и сразу отправить. Даже на почту не надо идти. Только что встретилась с Зульфией. Она занималась в нашем разговорном клубе и приходила ко мне на консультации. Очень рада была ее увидеть. И Зульфия подарила мне вот такую классную книжку об Азбекистане. Я как раз дочитала книгу, которую брала сюда и думала, что буду страдать в самолете, но, видимо, не буду. Теперь есть что почитать. Сегодня в пухаре было столько встреч и, знаете, я всегда очень смущаюсь, когда ко мне кто-то подходит и даже не знаю, как себя вести. Мой муж говорит, что я странно себя немножко веду, но это просто потому, что я смущаюсь. А мне еще, кстати, сегодня у МИД подарил вот такой вот маленький сувенир. Так что повезу с собой в Москву. Буду вспоминать пухару. Сегодня наш последний день в Бухаре и мы опять просто гуляем по городу, заходим в те места, которые мы вчера не посмотрели. Еще обязательно хотим сегодня попробовать местный плод и сходить на рынок, чтобы купить разные сувениры. Только что увидели целую группу туристов с невероятным количеством пакетов, а мы как раз вот дошли до рынка и тоже сейчас что-нибудь себе прикупим. Мои родители попросили привезти им и дедушке Курт и мы вообще в нем не разбираемся, так что сейчас будем пытаться что-нибудь выбрать. Вчера мы случайно увидели, что в рамках фестиваля будет проходить показ мод и мы решили прийти посмотреть. Все должно начаться в 6 часов, но уже 6, ничего не начинается и мы очень надеемся, что нас отсюда не выгонят, потому что непонятно, нужно было покупать билеты, не нужно, но очень интересно посмотреть на работы местных дизайнеров. дизайнеры. 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 В общем, наше пребывание в Узбекистане заканчивается ужасным дождем, под которым мы все намокли и мы уже бежим в гостиницу собирать вещи и вылетать, точнее, выезжать в аэропорт и вылетать в Москву. Я надеюсь, что в этом влоге мне удалось показать вам красоту Узбекистана моими глазами. Большое спасибо вам за просмотр и до встречи в новых видео. До новых видео.